Я же, что-то начинается какое-то безобразное пищевое, беспорядочное пищевое поведение. Потому что я чудовище. Нет, друзья мои, очень часто люди срываются по каким-то причинам. И эти причины мы сейчас разберем. Она сбросила первые там 8-10, хотела же своим близким на майские сказать, а поехали в аквапарк, а поехали в лес, а поехали на велосипедах. Надо же было так оговориться, а погнали в Макдональдс. Если вы создаете дефицит калорий, будьте уверены, пол пачки масла в день сгорать. Даже чуть больше, 2 трети. Весы не показывают расщепление жира. Весы показывают задержку жидкости, проблемы со стулом, рост мышечной массы, кривой пол, севшую батарею. Вот, господи, там столько вот этих погрешностей. Подождите, вызванивать подруг. Жрете? Я еду к вам. Сейчас я покажу класс. У меня настроение такое. Душа просит праздника, душа просит срыва. Подождите. Возможно, это задержка жидкости. Здравствуйте, друзья. Добрый вечер. Сегодняшняя тема. Как худеть и не срываться. Почему же люди, вроде бы уже решившие стать стройными, вроде бы уже принявшие правильное решение, и даже не просто как некоторые мечтают, а люди, которые реально что-то делают для своей стройности, идут вперед, вдруг ни с того ни с сего приходят в себя лицом в котлетах. Вдруг ни с того ни с сего стоял прекрасный воскресный вечер, и ничто не предвещало еды, и вдруг наелась пирожков. Как вообще? Все в шоке. Она говорит, да я сама вообще офигела. С чего бы вдруг, вроде все же шло хорошо, вроде уже минус на весах, уже прям хорошее настроение, уже легкость, бац, набарабанилась селедки. С чего вдруг, как вообще это происходит? Сегодня, друзья мои, будем говорить о срывах, о том, почему люди срываются, как их избежать, как вообще не срываться в процессе снижения веса. Вот об этом сегодня будем говорить. Вы наверняка знаете, если смотрите за эфирами, наверняка знаете, что ключевое в снижении веса, это последовательность ваших усилий. Неважно, сколько, значит, мысль какая, чем короче программа по снижению веса, тем лучше, по разным причинам. Во-первых, наша задача при минимальных усилиях получать максимальный результат. Во-вторых, чем короче программа, тем меньше вероятность срывов. И очень простое правило, будьте последовательны в программе по снижению веса, то есть каждый день создавайте дефицит колоний. Не делайте перерывов, не делайте, вот сколько вы сможете соблюдать последовательно. Сможете месяц, вот уже хорошо, уже можно сбросить 4-6. Очень важно худеть подряд, очень важно не делать там, знаете, как некоторые, ну я как бы в апреле худею, на майские я что-то, наверное, не буду худеть. Делайте безуглеводные дни на майские, у нас скоро будет раздатка. И майские самое время, вот тебе природа, вот тебе там, там гуляешь, вот тебе что угодно. Очень важно худеть подряд, не делайте перерывов, и сколько вы сможете быть последовательными, уже хорошо. За месяц уже можно сбросить 4-6, если тяжело, если не получается, фиксируйте вес, худейте короткими перевешками. Но, как сделать так, чтобы вот это снижение веса, вот продлилось как месяц, два, три, вот сколько, чтобы не было, вот чтобы последовательно, чтобы каждый день быть в программе по снижению веса. Чтобы каждый день создавать дефицит калорий. Прежде всего, почему люди срываются? Иногда люди думают, ну, когда я спрашиваю, почему люди срываются, люди всегда мне отвечают. Да, естественно, почему? Потому что я безвольная. Потому что я журущее чудовище. Знаете, я бессовестная. Я с вами еще ничего. Как бы вот слушаю ваши эфиры, чищу морковку прямо в вашем присутствии, как-то я, знаете, вот у меня даже осаночка какая-то. Как-то вот я начинаю себя там как-то вот видеть. А когда никто не видит, это какая-то во мне другая женщина просыпается. Знаете, я же, что-то начинается какое-то вот безобразное пищевое, беспорядочное пищевое поведение. Потому что я чудовище. Нет, друзья мои. Очень часто люди срываются по каким-то причинам. И эти причины мы сейчас разберем. Первая, самая частая причина. То, что я в программах вижу чаще всего. Почему люди срываются? Прежде всего, люди срываются, когда у них ступеньки. Когда вес долго стоит на месте. Как правило, не бывает срывов. Если у человека каждый день, пусть маленький, но все-таки минус. Минус 100, минус 200, минус 300. Если вес стоит на месте до трех дней, еще ничего, еще люди как-то готовы. Уже, конечно, нервничают. Уже, конечно, там уже в нетерпении. Когда уже будет результат. Уже хочется что-то вот там такое. Уже хочется минуса. Но до трех дней люди еще терпят. Но чем дольше длится вот эта ступенька, когда вес стоит на месте, тем больше вот это напряжение. Чем больше вот эта вот мотивация прям уходит. Прям уходит мотивация. Внутренний голос говорит, обычно в такие моменты, внутренний голос говорит голосом первой свекрови. Он говорит, ну что, похудела? Бросай. Ну не судьба. Ну вот у кого-то да, у кого-то нет. Понимаешь? Ну вот зато у тебя душа добрая. Зато в хозяйстве. Вот начинается вот это вот. Ну давай нажремся один раз. Давай там вот что-нибудь такое. Ну и самое, конечно, коварное, друзья мои. Если она каждый день укладывается в свою калорийность, каждый день создает дефицит калорий, и тут вдруг встает на весы, а там плюс 200 граммов, а там плюс 300, а там плюс вообще полкило. И тут, конечно, тут, друзья мои, редко кто сохраняет самообладание. Большинство людей начинают, чего уж греха таить, паниковать, метаться с воплями и криками, дескать, шеф, все пропало. Ну, кто, кто, даже вот те люди, которые у меня в программе. Даже те, которые, вроде бы онлайн-сопровождение, вроде бы я там помогаю, давайте причины со следствиями, давайте там еще что-то. Но я прямо чувствую это напряжение. У нас там в отчете, там сверху такие смайлики, при помощи которых люди обозначают мне, какой у них настрой. И если там все нормально, люди рисуют положительный смайлик. Сейчас стою на краю эклерной пропасти, значит отрицательный смайлик. Я так догадываюсь, какой у людей там настрой. И я прям всегда вижу, что если вдруг там плюс 100, плюс 200, жирным обведено вот такой отрицательный смайлик, значит спасите, помогите. Все значит плохо. Друзья мои, и вот это, именно, вот, не знаю, вот мой опыт. Да, там сотни тысяч разных причин. Ну вот мой опыт говорит, что 8 из 10 сорвавшихся сорвались именно в такой день. Именно вот по этой причине. Когда вес долго стоит на месте или отскакивает плюс. И казалось бы, что паниковать? Казалось бы, что расстраиваться? Все вы наверняка знаете, что снижение веса, это, это бухгалтерия. Это не романс, не драма, не что-нибудь, не поэзия. Это прям бухгалтерия. Сейчас в двух словах, что я имею в виду. Жила-была женщина, которая решила похудеть. На нашем сайте она рассчитала равновесную калорийность. И у нее равновесная калорийность получилась 1700 килокалорий. По всем правилам мы ей там рассчитали рекомендуемую калорийность для снижения веса. И, например, там получилось, что середина коридора калорийности, допустим, у нее там где-то 800 килокалорий. Где-то там коридор калорийности можно больше, можно меньше. Я сейчас, конечно, упрощенно говорю, где-то 800 килокалорий. Это значит, что в день она создает энергетический дефицит на 900 килокалорий. Это в день. 1 грамм человеческого жира это 9 килокалорий. Это реальный темп по снижению веса. Реальный темп по жиру 100-150 граммов. То есть, если вы уложили свои калории, если вы создаете дефицит калорий, будьте уверены, пол пачки масла в день сгорать. Даже чуть больше, две трети. Раньше я предлагал людям идите прямо сейчас к холодильнику, достаньте пачку масла. Главное, все шли, доставали. Говорю, откуда у вас масло? Он говорит, это я не себе. Сергей Михайлович, ну что вы, это мне подбросили. Это, это вообще прям, это по ошибке, это я не знаю, затерлось, где-то так между сельдереем, значит, затерлось. Отрежьте пол пачки масла, к себе какое-нибудь прислоните. Но, потом люди, говорит, люди мне стали рассказывать. Я, говорит, дошла до холодильника, прям достал, прям отрез. Помню, как отрезала. Потом ничего не помню, прихожу в себя, уже счастливая и виноватая. Вот какое-то, знаете, такое, вроде бы не помню ничего, но такое ощущение, какое-то такое смешанное. Счастливая и виноватая. Думаю, не случилось ли чего? Не согрешила ли я? Ну, думаю, что нет. Ну, так вот, если вот так зрительно это представлять, пол пачки масла в день уходит с боков. Пол пачки масла в день уходит с боков, с сердца, с сосудов. И, друзья мои, в месяц это минус 3 килограмма чистого жира. Минус вода, минус всякая соединительная ткань. Вот мы выходим на минус 4,6 килограммов в месяц. Вот это реальный темп снижения веса. Вот это бухгалтерия снижения веса. Очень важное правило, которое я хочу, чтобы вы запомнили. Если вы создаете дефицит калорий, это принципы термодинамики. То есть, это прям вот работает, даже если вы в это не верите. Даже если вы против, даже если вы не согласны, это все равно работает. Если вы создаете дефицит калорий, пол пачки масла в день сгорает. Но, друзья мои, для того, чтобы получить отек в полтора литра, нужно перед сном поесть креветочек. Для того, чтобы получить отек в полтора литра, нужно прямо вот перед циклом у женщин. Такое запросто бывает. Нужно там пролететь на самолете, нужно что-нибудь там соевым соусом перед сном так злоупотребить или что-нибудь такое. Задержку жидкости в литр, в полтора можно получить вот так ли вообще прямо легко. То есть, смотрите, жир уходит очень медленно, а вода гуляет туда-сюда, там, ого-го, вообще как, приливы, отливы, там, мать моя. А если у нее стул в норме, уж извините, ну что, все свои, проза такая, то как бы там равномерно все уходит. А если у нее проблемы со стулом, то это, ого-го, как влияет на то, что мы видим на весах. Друзья мои, очень важный принцип, который нужно запомнить. Весы не показывают расщепление жира. Весы показывают задержку жидкости, проблемы со стулом, рост мышечной массы, кривой пол, севшую батарею. господи, там столько, там столько вот этих погрешностей. Конечно же, на весы нужно смотреть трезво. То есть, если вы создаете дефицит калорий, значит, 100-150 граммов жира каждый день сгорает. И прямо не надо паниковать. Прямо нужно, если вы вдруг ни с того, ни с сего увидели плюс на следующий день, а может быть у вас задержка жидкости. При этом вчера вы уложили свою калорию. А может быть у вас проблемы со... Подождите паниковать. Подождите врываться в кондитерскую с криками все на пол, это оральное ограбление. Там, погодите, там вот сгорел сарай, гори и хата. Подождите вызванивать подруг. Жрете? Я еду к вам. Сейчас я покажу класс. У меня настроение такое. Душа просит праздника. Душа просит срыва. Подождите. Возможно, это задержка жидкости. Возможно, где-то под этой жидкостью продолжает расщепляться жир. Продолжает гореть жир. Подождите паниковать. Потому что именно вот эти срывы, именно вот эти вот ситуации, когда она побежала, там наелась, ну и все, и поминай, как звали. Там съела столько калорий, что вообще там еще неделю там худеть после этого. И все, и она застряла. Если вы создаете дефицит калорий, значит 100-150 граммов жира в день сгорает. На этом стояли и стоять будем. Это работает, даже если в этого не верите. И вы, если вы будете создавать дефицит калорий, неважно, как в течение месяца вас там колбасит, к концу месяца, вы получите свои минус 4, минус 6. Вот прямо это так работает. Что еще? Да, это может быть задержка жидкости, да, это может быть проблема со стулом, да, это может быть там мышечно-неправильные физические нагрузки, это может быть рост мышечной массы. Поэтому, конечно же, конечно же, если вдруг ни с того, ни с сего, вы увидели, при том, что вы соблюдали, при том, что вы соблюдали свою калорийность, но при этом увидели плюс, постарайтесь найти причину. Сейчас, вот у нас в программах новая форма отчетов, я прямо уже, прямо людей спрашиваю, наблюдайте за отеками, есть ли отеки. Ну, потому что, если есть отеки, будет плюс на весах. Следите за стулом, пожалуйста, это вроде бы казалось, что только что, вот у меня там, а что такая форма, там нужно все это заполнять, что так сложно, что так занудно, ну, как бы, давайте я вам просто смайлик пришлю, ну, вот, мне не видно по смайлику, был стул или нет, понимаете, если бы она еще как-то себя сфотала, ну, то есть, свою фотографию прислала, я бы хотя бы по фотографии хотя бы догадался, был стул или нет, ну, я же врач, по фотографии все видно, там же как бы специфическое выражение лица, вот, так, я даже лица не вижу, ну, то есть, а по смайликам догадаться очень сложно, и сопоставляя причины со следствиями, мы можем более точно, воздействуя на причины, подталкивать немножечко этот вес, поэтому, конечно же, если вдруг ни с того ни с сего вес отскочил, не надо паниковать, нужно постараться разобраться, в чем причина, эту причину устранить и спокойно худеть дальше, это лучше, чем паниковать. Вторая, да, кстати, алкоголь тоже дает вот такую задержку в снижении веса. Вторая частая история, почему люди срываются, это отсутствие результата, это, это прям очень большая проблема в процессе снижения веса, потому что, с одной стороны, мы, мы специалисты по снижению веса, которые, ну, более или менее в сознании, которые более или менее там имеют какое-то медицинское образование, всегда оговариваемся, мы не заставляем худеть быстро, вы сами можете выбрать темп снижения веса, есть два основных темпа, есть быстрое снижение веса, 4-6 килограммов в месяц, если нет противопоказаний, если человек согласен, можно нормально сбрасывать вес, и есть медленное, 2-3 килограмма в месяц, и человек может выбрать, и в чем заключается проблема, я вам скажу честно, минус 2-3, очень часто, вот есть люди, которые прям настроены, они мотивируют, им достаточно, вот человек спокойно сбрасывает по 2-3, тихонечко идет вперед, и главное не срывается, потихонечку, потихонечку идет в цели, в цели, но очень часто, когда минус 2 в месяц, и в конце месяца она поела соленых огурчиков, перед сном, я говорю, ну зачем же перед сном, она говорит, а что-то захотелось, а что-то Сергей Михайлович, наитие такое, знаете, что-то вот, как будто смутное томление в груди вечером, что-то вот такое, а не поесть ли соленых огурцов сегодня, 10 килокалорий на 100 граммов, да господи, что от них будет, ну они зараза же соленые, и утром там плюс, плюс полтора, плюс два на весах, и она говорит, что-то я не поняла, я месяц упиралась, и тут значит, бац, все смыло, и опять же, та же самая история, возникает, вот это вот, в голове, обесценивание своего результата, вот эти вот неправильные мысли, что, дескать, или все, или ничего, значит, ничего не получилось, все пропало, ну вот это вот все начинается, поэтому, конечно же, темп имеет значение, и когда у людей, мы видим замедление темпа, всегда прямо, я слежу за темпом в процессе снижения веса, это, это прям очень важно, если мы видим замедление темпа, возникает такое, такое очень странное явление, возникает такой порочный круг, она видит замедление темпа, ну, то есть, пока она сбрасывает 4,6, там все нормально, все, мы идем хорошо, вдруг она видит замедление темпа, ей бы взяться за рекомендации, ей бы сделать безуглеводный, ей бы сделать разгрузочный, ей бы сделать там, что-нибудь увеличить физическую нагрузку, но почему-то она начинает более гибко выбирать продукты, ну, то есть, у нее замедляется темп, и почему-то, очень часто, это подталкивает людей к тому, чтобы более гибко выбирать продукты, более гибко выполнять рекомендации, то есть, когда у нее замедляется темп, почему-то, вместо того, чтобы взяться за ум, некоторые люди начинают грешить немножечко больше, ну, грешить в хорошем смысле этого слова, Ну, в плане пищевого поведения. Ну, знаете, вот маленькие такие... Это прям не грехи, это мелкое хулиганство. Где-то шагов не дошагало, где-то воды не допила, где-то метабиллическую точку не сделала. Маленькие-маленькие какие-то вот такие нарушения она начинает совершать. Вроде бы ничего криминального. Вроде бы, чтобы вот так вот, знаете, с дьявольским смехом, значит, что-то вот такое. Нет, не было такого. Где-то по чуть-чуть она хулиганит. Но! Маленькие, много маленьких грехов превращаются в один большой. И темп снижения веса еще больше замедляется. Она еще больше проявляет гибкость. Еще больше замедляется. И все, вот тебе здрасте. То есть, очень часто... Ну, когда люди срываются, очень часто это бывает не вот так, что вдруг ни с того ни с сего. А давайте-ка я буду жрать. Что-то вот худело-худело. А давайте что-то я буду жрать. Что-то вот, знаете, ну, такое настроение у меня сегодня. Нет. Обычно люди вот съезжают вот так потихонечку. Вот так постепенно. И ключевое здесь это замедление темпа. Именно поэтому мы делаем ударные недели. Именно поэтому мы делаем стимулирующие мероприятия. Именно поэтому мы... У нас такое правило. Или худеешь, или не пугай рыбу. Если у вас нормальный темп по снижению веса, мы худеем дальше. Если я вижу, что она то потухнет, то погаснет. Уже как-то так огородами-огородами. И она уже норовит, что называется, в кусты. В хорошем смысле этого слова. Ну, от диетолога. Я говорю, давайте фиксировать вес. Не потому, что я в нее не верю. Не потому, что я переживаю за свою статистику. А потому, что я вижу, что надо фиксировать то, что есть. Иначе она вообще там вот... И поминай, как звали. Мы фиксируем вес. Мы передохнули. Она поела продуктов с высокой плотностью калорий. Она ускорила метаболизм. Она говорит, все, я готовая. Дальше все, я прям готовая. Промежуточная фиксация веса. Иногда в таких случаях это правильное решение. Но ключевое здесь это отсутствие результата. Мало кто может продолжать усилия по снижению веса, если не видит результата. Поэтому результат в программах по снижению веса имеет колоссальное значение. Ладно. Я очень там гуманистически настроен. Есть много методик по снижению веса. Много диет, которые абсолютно неэффективны. Которые абсолютно не помогают худеть. Ничего кроме страданий и боли они людям не приносят. Но есть любители. Есть любители БДСМ похудения. Есть любители поиздеваться над собой. Что-то вот такое жесткое. Что-то вот такое вот. Как бы и может быть. Ну как бы все. Как бы это к снижению веса просто не имеет никакого отношения. Результат имеет значение. То, что вы делаете, должно приза... И это нормально. И поэтому мы стремимся к тому, чтобы в программе по снижению веса не было долгих ступенек. Мы стремим... Если ступеньки, мы делаем стимулирующие мероприятия. Если мы видим, что темп снижения веса замедляется, мы думаем, как его можно ускорить. Это имеет огромное значение. Ну и третье. Почему люди срываются? Тоже очень частая причина. Преждевременное головокружение от успеха. Вот казалось бы. Вот казалось бы. Она сбросила первые килограммы. Там, знаете, ну первые два месяца, 4-6. Она сбросила десяточку. Казалось бы. У тебя все получается хорошо. Ты идешь вперед. Продолжай. Но что-то вдруг, знаете, воздух какой-то весной другой, знаете. Какой-то повсюду тянет какой-то вкусной едой. Проходила тут недавно мимо Чебуречной. И раньше я так, она говорит, проходила как-то с таким отвращением. Вот таким вот проходила мимо Чебуречной. А оттуда вдруг, знаете, такая мысль в голове. О, зайду просто чаю попью у них. Просто чаю попью. Я там ничего не буду. Я там просто попью у них чаю. Потом в глазах потемнело. Ничего не помню. Опять прихожу в себя. Счастливая и виноватая. Какое-то, знаете, вот такое настроение. Как что-то хорошо на душе. И губы такие какие-то, знаете, блестящие. Ну что, думаю. Не случилось ли греха? Что-то. Думаю, да нет, вряд ли. Хорошо, что ничего не помню. Смысл в чем? Иногда вот это преждевременное головокружение от успеха является вот камнем преткновения. Казалось бы, да? Она говорит, мне нужно сбрасывать 15. Она сбросила первые там 8-10. Хотела же своим близким на майские сказать, а поехали в аквапарк. А поехали в лес. А поехали на велосипедах. Надо же было так оговориться. А погнали в Макдональдс. Вот что-то, знаете, вот само как-то, рот как-то. Она говорит, я еще, я еще сама удивилась, Сергей Михайлович. Знаете, я еще так думаю, ого. Знаете, я вроде бы-то мысленно-то думаю кататься. А поехали кататься на велосипедах. А губы сами говорят, пойдемте в Бургер Кинг что-нибудь пожрем. И я еще так думаю, ничего себе. А как вообще такое может? Губы сами сказали. Я говорю, вообще здесь ни при чем. И даже еще иду так на себя со стороны, смотрю, думаю, ты куда, мать, идешь-то вообще? Там же скверно вообще, там же вообще все такое. И я, говорит, я там билась как лев. Ну там, конечно, там за детьми там картофель фри пощипала, за мужем там бутерброд доела, там, ну, с соседних столов немножечко там подобрала. Ну как бы, ну что, я же худею, там, все-все-все-все, билась прям как лев. Ну, немножечко было. Удивительным образом. Вот сброшенный, там, в чем заключается проблема? Для того, чтобы улучшилось состояние здоровья, достаточно сбросить 10% от избыточного веса. То есть, там, 3, 5, 7 килограммов вот просто сбросить, ну, и уже человеку прямо легче. И уже задышал, и уже хорошее настроение, и уже подруги заметили, уже щечки впали, глаза увеличились, уже, знаете, блеск какой-то низкокалорийный в глазах. Ну, вот как у вас, говорит Сергей Михайлович, такой же какой-то низкокалорийный блеск. Я вот в ваши эфиры смотрю, что-то хоть у него глаза блестят. И тут к зеркалу подхожу, вот такой же какой-то низкокалорийный блеск. И уже, как бы, как бы победа. И уже, уже какие-то платья, там, одежда какая-то, она там достает, все, и как-то подходит. И вот начинается вот это преждевременное головокружение от успеха. И вот тебе здрасте. Поэтому, конечно, я настаиваю в программах, я настаиваю на том, чтобы люди присылали отчеты каждый день. Это прям имеет огромное значение. Все, конечно, считают, что это потому, что мне нравится мучить людей. Друзья мои, это не только поэтому. Это не только потому, что я такой человек. Потому что, конечно же, это дисциплина. Ну, я не буду скрывать. Конечно же, это имеет значение. Если она знает, что нужно прислать отчеты, если она отчет не пришлет, Сергей Михайлович начнет вот это нытье опять. Как вы там? Это я так намекаю. Знаете, с утра там давно нет отчета, я начинаю писать. Как дела? Это я так намекаю, что присылайте отчет. Люди мне начнут писать. Сергей Михайлович, дела прекрасные. Погоды стоят волшебные. Я говорю, отчет присылайте. Что вы мне там зубы заговариваете? Что вы там тратите там? А, вы об этом? Ну, вы, значит, зануда. Я думал, вы там поболтать хотите. Друзья мои, конечно же, дисциплина прямо имеет значение. И поэтому, для того, чтобы не было вот этого преждевременного головокружения от успеха, мы четко обозначаем длительность программы по снижению веса. Как решается эта проблема? Все программы, которые у нас есть, они четко ограничены по времени. Мы договариваемся с самого начала. Месяц, значит, месяц. Два, значит, два. Три, значит, три. Если даже три, каждый месяц мы подводим итоги, смотрим, сколько сброшено, какое настроение. Если настрой хороший, и худеем еще месяц. Если вдруг что-то грустно, делаем промежуточную фиксацию веса, отдохнули, потом худеем дальше. То, что у человека есть четкое ограничение по времени, помогает ему вот этого избежать. То есть, человек понимает, когда финиш. Человек считает 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, Сергей Михайлович, кончилась ваша власть надо мной. Я теперь, свободная в пищевом смысле этого слова, женщина, перехожу на фиксацию веса. Поэтому, конечно же, вот эта длительность имеет значение. Длительность, конечно же, имеет значение. Вот то, что я хотел вам сегодня рассказать, почему люди срываются, самые частые причины, и как избежать вот этих срывов. Друзья мои, не совершайте этих ошибок. Будьте последовательны в ваших усилиях по снижению веса, и будете стройны и красивы. Всего доброго, счастья вам, всего приталенного. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова